Ну и здесь два корпуса, Олег, рассказывай. Столько народа здесь не было давно. Губернатор и глава города приехали в один из цехов бывшего авиационного завода. Пустое помещение рассматривают как возможную площадку под строительство самолетов для малой авиации. Вы создали бы эту часть, пускай по выпуску малых самолетов всего, там от 12 до 4 меж региональных, но это было бы событие века. Я уверен, что собственники данного объекта и земельного участка будут не против. Это делается. Самого завода не существует уже 5 лет. С тех пор помещение в частных руках. На территории работает несколько фирм, но большая часть пустует. Площадь этого цеха, бывшего покрасочного, 8 тысяч квадратных метров. Есть электричество и даже место для взлетно-посадочной полосы протяженностью в километр. Есть возможность сегодня, как по площади, так и по взлетной полосе, со всеми теми условиями, что касается второго. Есть еще специалисты и жители, которые заводского района города Саратова хотели бы возвернуться в эту полосу. По коммуникациям, я думаю, мы поможем. Здесь энергетика есть, вода есть, все есть необходимое для того, чтобы разместить здесь производство. А самое главное, есть люди, которые еще живы и готовы работать. Второе место – еще один бывший цех. Теперь завод по производству панелей для сборных домов. Его возводит московская компания. Запуск намечен на середину декабря. Панели для малоэтажного строительства. Еще полностью будет использоваться все помещения. Можем и сюда вдруг. Большое оборудование такое. Конечный третий пункт – завод «Сокол». Единственный, на котором еще производят запчасти для Як-42Т. Губернатор уверен, что в скором времени он будет выпускать комплектующие уже для новых самолетов. Вот собрались самолеты, строить на территории авиазавода. Маленькие, не такие большие, маленькие. Ждем конструкторов, понедельник, вторник должен подъехать. Рассматривать площадки. Что еще будет на территории бывшего авиазавода, пока неизвестно. Тут вполне может появиться сельскохозяйственный рынок. Подобных в заводском районе еще нет. Такое предложение сегодня тоже было озвучено. Динара Дусалиева, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив. Новости.